Здравствуйте! Информационный час на телеканале эфир продолжает тема с Сергеем Шерстнёвым. Праздники у нас продолжаются и сегодня в нашей программе очень необычный гость. Итак, позвольте вам представить. Николай Донецкий, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Очень приятно с вами познакомиться. Спасибо большое, что первого числа к нам выбрались. Я понимаю, что это очень сложно, тем более людям вашей профессии. Как у вас этот Новый год проходит? Замечательно. Впрочем, как и все предыдущие, работы много. Хорошо. Справляемся. Так как вы, так сказать, с роялем в кустах, с баяном, с аккордеоном, извините, в руках, я предлагаю сразу, может быть, что-то такое вы сыграете, некую такую свою музыкальную визитку. Есть такая мелодия у вас? Ну, это не визитка, у меня много таких мелодий. Я думаю, наши зрители, конечно же, узнали, что это за мелодия, сердце, тебе так хочется, покоя. Но мне очень нравится, вы знаете, советский репертуар. На мой взгляд, эти все песни были писаны душой, и музыкой, и тексты. Но эта музыка вечно. Она всегда пользуется спросом, популярностью. Ну, я знаю, что не только, кстати, песни советских композиторов в вашем репертуаре. Я смотрел ваше видео, и там были некоторые мелодии, которые меня просто поражали, потому что вы способны на этом инструменте делать абсолютно все. И даже какие-то вот сложные... Николай, ну давайте все-таки о вас поговорим, о творчестве, к творчеству мы еще вернемся. Ну, во-первых, у вас сразу бросающийся так вот в глаза акцент. Во-вторых, сразу как бы ваша фамилия, или это псевдоним, Донецкий? Это псевдоним. Псевдоним. Да, у нас фамилия, я вкратце расскажу, у нас фамилия не очень простая в произносимости. А так получилось, что уже наши друзья, местные ребята, ну, казанские, ну, музыканты. И мы приходим с супругой, а супруга, кстати, у меня великолепная певица и ведущая. Мы приходим на работу в ресторан или в заведение, они говорят, о, Донецкие пришли, им так проще. И так пошло, Донецкие, Донецкие, ты сегодня будешь выступать или завтра? И мы решили, а почему бы и не Донецкие? Легко запоминают... То есть вы из Донецка? Нет, из Донецкой области. Из Донецкой области. Скажите, как вас приняла Казань? То есть я, насколько понимаю, ваш переезд все-таки был связан вот с этими событиями, которые сейчас там происходят. Мы приехали, я вас понял, да. Было достаточно тяжело адаптироваться многим. Мы приехали к детям. У нас два сына, они тоже артисты. Они здесь уже жили. Мы приехали, то есть, ну, конкретно по адресу к ним. Ну, конечно, первые... Ну, в моем случае, наверное, полгода первые мне было нелегко. Потому что меня никто не знал, я никого не знал. Ну, а потом уже, спасибо местным музыкантам, они стали приглашать меня на подмену где-то выступить. И пошло-пошло, и колесо стало крутиться, и набирать обороты. Там уже народная молва, пожалуйста, спасибо. Да, спасибо за поздравление. Очень было приятно с вами познакомиться. Я в вашем лице хочу передать огромный привет и пожелание всем жителям Казани, всем татарстанцам. Очень хороший народ, позитивный, веселый. А самое главное, добродушный и добрый. Это правда. Нам есть с чем сравнить. Мы жили в Украине, мы жили в Белоруссии, вот теперь мы живем в Казани. Люди очень добрые. Всем самое главное мира, что сейчас немаловажно, конечно же, здоровья и любви. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!